Зайцы прокси. Отличное исследование. Требуется... Требуется легкий... Награды, да? Главное, противники. Подробности заказа. В принципе, нет. Все, у нас заказ есть. Поехали. Режим отдыха. Концентрация на сюжете. Более простые сражения при прохождении сюжета. Режим подходит для игроков, которые хотят расслабиться. Испытания при таких, так, более трудных сражениях. Режим подходит для игроков, которые хотят испытать себя. Ну, давайте на этом, скорее всего, да? Хотя у нас, в принципе, режим ведь... Дайте режим. Ладно, мы снимаем видео. Поэтому тут, наверное, все-таки было бы на легком режиме интереснее. Так, режим испытания нет. А, все, я понял. Это можно включить в любой момент. Третий уровень. Все, ясно, ясно. Два из двух. В бой. То есть мы выходим постоянно на задания какие-то, как я понимаю. Ну, вот оно, первое задание, да? Николь, слышишь меня? Запускай Эоса. Ну, хорошо. Так, малыш, иди давай. Готово. Твой бамбу уже в пути. Ну что, можно начинать? Хм, да. Хм, да. Что? Мы вернулись на то же место? Проклятье, еще одна драка. С таким расходом патронов о премии за экономность можно забыть. Внимание, приготовься. Упи. Погоди, это был Мия. Эй, ребят, сюда. Вы просто молодцы. Не говорящий бамбу в шарфике. О, так ты. Пайтон. Так, кавер на крит, где-то в районе старого пересадочного узла метро. Я больше не слышу этого высшего эфириала. Ну, вот и отлично. А то я чувствую, что поршни у меня в ногах вот-вот сломаются. Думаю, сейчас самое время сделать перерыв. Прокси, ты... За? Да, пойду. Посмотрю. Эос, все равно нужна отладка. Так что я пока немного отдохну. Вы избили, можете отдыхать. Я буду дежурить первой. Ну, ах, вот это была заварушка. С ума сойти. В какое страшилище? Мутировал тот парень из красных клыков. И все благодаря тебе, директор. Ты вытащила нас оттуда в самый последний момент. Чего еще ждать от Пайтона? На тебя всегда можно положиться. Я просто делаю то, что сделал бы на моем месте любой Прокси. Вы мне льстите. Я просто делаю то, что... Ну, понятно. Я думала, что Николь бросит нас на произвол судьбы. Лишь бы сэкономить, нанять знаменитого Пайтона, чтобы нас спасти. Это было довольно неожиданно. Если бы не твоя помощь, боюсь, мы бы не смогли избежать от этого фериала. Спасибо за то, что спасла нас. Кстати говоря, я всегда хотел спросить о том устройстве в вашем магазине. Ну, знаешь, о той штуке, которая позволяет синхронизироваться с Банбу и общаться в реальном времени с теми, кто находится в каверне. Крутейшая техника, ведь ни служба общественной безопасности, ни ассоциации следователей кавер так не могут. Почему бы тебе не вступить в ассоциацию с таким-то козырем в рукаве? Как ни крути в работе с рейдерами, вроде нас риски превышают выгоду. Ух ты, кто это был? Похоже, это Эфериал. Уже я только собирался прилечь. Нам нужно выбираться отсюда. А может, Билли, ты хочешь остаться здесь навсегда? Хочешь получить тот новый пояс Звездного Рыцаря в следующем году? Ну, оставлю его у тебя на могиле. Когда ты, как ни в чем не бывало, говоришь подобные вещи, я не могу понять, шутишь ты или нет. Давайте двигаться дальше. Следуйте за мной. Давайте. На все сражения по пути мы берем на себя. Просто сосредоточиться на дороге, которая... Ну, конечно, если станет жарко, помощь будет не лишней. Да-да, поехали. Что? Это что значит? Помогите. Я нашел ближайших там что-то. Иди направо, Билли. Пожалуйста, директор, укажите путь. Так, играм, вы под СЭС. Базовое передвижение. Если нажмете на монитор, чтобы переместиться к нему, зажмите и потяните, чтобы повернуть камеру. Так. Нажмите на точку, когда вы будете хотите отправиться из системы, вычислить доступный маршрут, а ЭС подскажет дорогу. Так, ничего не ясно, ребят. По-моему, тут один путь у нас. А, так мы будем двигаться. Я тебя понял. А что мне тут... А, инвентарь еще у нас есть какой-то? Трофей, предметы. То есть мы за ходами, типа, идем, да, что-то зарабатываем, потом улучшаем, потом опять какие-то задания выполняем. То есть нет открытого мира. Хотя могу ошибаться. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Помогите. Ну, поехали, ладно? Воу, вот он двигается, кстати. Это оно и есть. Поехали, поехали. Чего мы ждем-то? А, в смысле? Что? Погоди. Минутку. Я просканирую область впереди. Счастье, эфириалы нас не преследуют. Так. Продолжаем двигаться к выходу. Выход вот это, да? А, данные наблюдения. Данные наблюдения. В кавернах можно найти важную информацию, данные наблюдения. В каверне каждого выполняемого заказа находятся три вида данных наблюдения. Собрав эти данные, вы можете повысить рейтинг заказа, а также получить дополнительные награды в виде полихромов. Данные наблюдения о каверне сохраняются после сбора. При повторном исследовании той же области нет необходимости собирать данные снова. Так, а что мы должны выбрать? Это монетки какие-то непонятные? О, там что-то есть. Какие-то сундуки есть. Можно сюда зайти. Там есть фини. А, что за кнопка такая? А, я хочу все посмотреть. Ладно, поехали наверх, ребят. Офигеть, сюда хочу. Желтый сундук. Что? А что, можно все чистить, что ли? Просто ходить и чистить все? Да ну тебя здесь... Это что такое? А, это битва, да? Так, слушайте. Я начинаю ценить эту систему. Мне она нравится. Ну что, дамы и господа, начинаем новую битву. У нас два персонажа впереди. Здравствуйте. А, там. Они, кстати, не очень привычно. Что это было? Они говорят, ребята, это отображается. Диалоги отображаются в правом верхнем губе. Так непривычно. Так, приближаются новые враги. Не теряйте бдительность. Я, ребят, нажимаю на все кнопки. Мне нравится просто потому, что это смотрится очень эпично. Да, мы просто великолепны. Так, я заберу все. И, пожалуй, пригодится, как говорится. Соберите два пакета данных, наблюдения. Два из двух есть. Земля трясется под ногами. Что происходит? Эфериалы, прокси, они нас догоняют. А что будем делать? Сражаться? Да все нормально. Просто следуйте за мной. А он тоже идет. Это путь и укладочная машина. Мы можем... Если двигаться по путям, получится быстрее. Ух ты. Безумно круто. Сканируй информацию о предохранительном затворе. В системном журнале указано, что затвор можно открыть, снеся определенную сумму 6 терлингов. Что это вообще такое? Почему за открытие защищенной двери нужно выкладывать 6 терлинги? Неужели вы только сказочные богачи готовы столкнуться с тем, что она скрывает? Заплатите? Или предпочитаете более традиционный способ? Заплатить? Позволю мне отпереть дверь самому. Конечно! Билли даже в камернах с нас умудряют содрать деньги. Я, может, и соглашусь, но Звездный Рыцарь никогда бы не согласился. А если бы Звездный Рыцарь согласился, то Николь бы не согласилась. Получай мираж Звездного Света. Обнаружен агент Билли. Он пытается открыть затвор, ударяя по нему рукоятью револьвера. Обнаружен затвор, он затвор открыт. Но экзоскелет на руке агента Билли получил частичные повреждения. Но это же ни на что не повлияет, я правильно понимаю? Больно! Ладно, следующее раз заплатим, так уж и быть. Собери три пакета данных, отлично. Так, наступает решающий момент этого заказа. Если вы продолжите, то не сможете больше свободно исследовать территорию. Хотите? Конечно, у меня еще остались дела. А что значит, если нет? А, типа... Так мы все здесь зачистили, и ничего не осталось-то. В принципе, можем спокойно уходить отсюда. Да, все, конец, поехали. Один, два, три. Кто? Погоди, мы же убежали! Ха-ха! У меня мурашки по телу. Билли, а у тебя вообще могут быть мурашки? Вопрос интересный. Я в переносном смысле, ясно? Мы сосредоточимся на враге. А ну-ка! Иди ко мне. Мы не закончили с тобой. Купи. Так, а может мне большой убить сначала? Да, там осталось-то чуть-чуть. Иди. Закончили, да? У-у-у-у! Это было великолепно. Директор, куда нам идти? Продолжаем двигаться вперед. Продолжаем? Понял, двигаемся вперед, постойка. Вперед? Впереди стена. Ты хочешь, чтобы я ее разбил? Проломился через нее. Мне хватает огневой мощи. Не волнуйся, просто делай то, что говорит моя сестра. Этот голос, вторая половина Паэтона. Ты наконец-то в сети. А ты не торопился. Просто я хотел убедиться, что выход из каверны стабильный. Билли, Энби, вы меня слышите? Моя сестра была права насчет выхода. Как вы знаете, пространство в каверны... Искривляется. А это значит... Выход действительно может выглядеть как тупик. Но и тупик может выглядеть как тупик. Ха-ха, спасибо, что объяснила Энби. В общем, как выберетесь, путь отступления у вас готов. Положитесь на нас. Можешь отключаться, Белль? Отключаемся, скоро увидимся. Сенсорная синхронизация была отключена. Замолчал. Стал обычным бамбу. Почему они отключились в такой момент? Двигаемся вперед. Готовься к столкновению. Мы разобьемся, мы разобьемся, мы разобьемся. С невероятным облегчением двое проходят сквозь стену, будто той и вовсе не существует. Угнетающее давление эфира пропало. Выбрались, мы наконец-то смогли это сделать. Машина? Поэтому он идеально указал время и место. Эй, вы двое в машину! Босс! Что? А, ну тут машина, конечно же, есть. Ох ты ж. Так, ну что я могу сказать? Зайцы, прокси, миссия завершена. Это было просто великолепно. Смотрите, нам почему-то поставили золотой палец, а вот у этой дамочки нет. Ну, скорее всего, за количество урона, да? Общее количество времени, затраченное на все и выполнение всех побочных заданий. Уровень интернота. Не интернета, интернота. Возможно. Непонятно, кстати, вообще. А ну это... Хотя, погоди. Так это наш уровень, да? Общий. Куча наград. Непонятно зачем и что. Пока непонятно. Так. Подсказки. Ну и как раз вовремя! Да, быстро ты. Николь, вы так быстро вернулись, опять на красных... На красных ехали. Да вовсе нет, мы проехали на самый обычный зеленый. Пускали RGB. А, я понял. Ой, это прикольно. Кстати, по дороге я убедилась, что за мной нет поста. Нэнби, а как выглядит этот зеленый-то? По цвету как твоя гуртка. Ха-ха. Николь, они оба спасены. Пора расплачиваться. Расплачиваться. Не так быстро. Мы не на это не договаривались. Суговор был. Мои люди. Имущество. Заказчика. Вы выполнили только первую часть. Не бойся, я не забыла. Я знала, что на слова Фаэтона можно положиться. Судя по тому, что мы видели перед выходом, сейв находился на территории очень опасного эфириала. Институт Уайт Стар уже зарегистрировал его под именем Дзюлахан. Это эфириал высшего уровня. Точно, это он. Не повезло тому приятелю из красных клыков. Похоже, его здорово попортило эфиром, раз он стал таким опасным эфириалом. Мы с Энби пытались добраться до Энсейфа, но тот тип слишком силен. У нас ничего не вышло, а потом нас вытащили. Зато по пути мы нашли вот это. Ну что в этой коробке? Оно хоть того стоило? Ну, сейчас узнаем, посмотрим. Кулон-клык, добавленный на рабочий стол. Полученный от Николь кулон, красный клык, похожий на знак отличия одной уличной банды. Судя по выдающейся металлической части, это не просто украшение. Понял, и чё? А, можно даже посмотреть. Ух ты, окей. Кулон, это мне? Что ты выдумываешь? Это миниатюрное устройство для хранения данных, которое принадлежало Сильверу. Я подняла его в том здании, перед тем, как удрать с 14 улиц. Я заметила, что он всегда носил его с собой, наверняка там что-то важное. Спорим, он как-то связан с Эйфом. Но он довольно сильно поврежден. Да, ты только глянь на эти следы от огня, Фейтон. Можешь что-нибудь придумать? У тебя ведь такой хитрый компьютер. HDD в основном используется для обработки данных о кавернах. Но если нужно просто достать данные из накопителя... Эй, сестрица, может я попробую восстановить данные с помощью вычислительных мощностей прокси-сети? Здорово, договорились. Мы попробуем найти сейф в каверне и свяжемся с вами, когда что-нибудь узнаем. А, до тех пор мы разбегаемся. Только не забудьте вытащить данные из флешки. До встречи, директор. Пока. Фейтон, мне нужно кое-что с тобой обсудить. Но скидки на заказ не делаем. Директор, ты знаешь Николе, как облупленная. Просто сначала выслушай. Я не буду просить сбить официальную цену. Просто заведи другую учетную запись в интернате. Интернате, да, все правильно. И сделай скидку, как раньше. Прокси, пожалуйста, дай Николь скидку. Или она перестанет покупать нам еду, а кушать-то хочется. Не говорила я такого. Ну, может, только подраздумывала я. В общем, нам очень нужна скидка. Хотя бы малюсенькая. Фейтон, для тебя же это мелочи, да? Ну что ж, у меня нет выбора. Так, хитрый зайц. Николь, Фер сотрудничаю. Погодите, она у меня теперь в команде, что ли? Уровень интерната, ребят. Слушайте, неплохо идет, а? Ой, это все будет. О, новые фишки! Что такое? Агенты. Так, агенты, ребят. Это, видимо, мои агенты. Вот этих ребят у меня пока что еще нет. Их довольно много, я смотрю. Вот это интересно. Но зато у меня теперь доступная. Карин доступная. Мы ее потом рассмотрим более детально. Ясно, что у нас еще есть? Склад. Вообще склад непонятный. Но это типа наш инвентарь, как я понимаю. Да, это 100% наш инвентарь. Что еще можно взять здесь? Достижения. Да, реально, слушайте. А можно забрать все, смотрите. Вот эта кнопочка очень довольно интересная. Так, настройки нет. Ну, объявления мы уже смотрели. Я в табаке, промокоды. Справочник, промокси. Ммм, отлично. Все, мы все посмотрели, да? Так, поговорите с Вайзен. Вайзен, Вайзен. Погоди. То есть у нас нету такой менюшки для этих заданий, как я понимаю, да? Мышь, клавиатура. Ну-ка стоять. Планение, особая атака, переключение, цепочка атак. Город, бег, переключение, интернет, ешка. Что? Личные сообщения. Кьюшка, переход. Склад, агенты, события. Блокнот. Во, блокнот F2. Фонд Риду, поиск сигналов. Магазин даже есть. Закупка событий. Запуск событий. Не знаю, ускорение. Так, просмотр заражения. Так, инвентарь. Просмотр предмета, резонаторов. Что? Нет, сейчас, секундочку. Короче, F1, F2. Я надеюсь, у меня игра не вылетит. Склад, личные сообщения. Интернет надо еще посмотреть. Э, где мой интернет? Алло. Так, F1 не работает. F2 не работает. Да меня тут вообще прям просто обделили, а? Что это? Может, мне только сюда можно зайти сначала? Посмотреть. Ладно, давайте зайдем, посмотрим. Где мой интернет? Алло. F1 опять. F2. Ничего нету. Меня обманывают. Ничего пока недоступно. Слушай, а вот эта штука. Восемнадцатый. Но. Как же это кто-то смотрится, а? Сейчас не время для этого. Пока вообще ничего недоступно. Подождешь. У меня тут есть система полного погружения. Ну, конечно, это не время для этого, ребят.